все не снимайте меня они на насчет запертая тут поля со своим сыном и он его сосать пытается она была свет не включать она бы это она испугался еще свет помешал что она как вы светом мигнули она сразу встала и пошла слетать заснять проповедь сказать поддержать как далее 4 морковку с утра пораньше смотрит она сейчас я тут лежит а он лапу поставил на стол ну дальше нельзя дальше то он знает я морковочку готовлю потому что много времени приходится за компьютером проводить советует мне сегодня обратиться за помощью к людям чтобы новый компьютер купить не надо он меня новый и так ждут ждут рыбы гальяна сушеного да не только мне володя запретил давать им здесь я их прикармливаю сейчас они просто так знали что я не дам дядя вова запретил вот она ну что сказать все однако вот сегодня я занялся чем наша переписка с тенгеем парализованным он умер последняя у нас встреча была уже давненько недели две назад я никогда старался его не трогать он обычно так можно позвонить он всегда спрашивается можно позвонить я сейчас посмотрел нашу переписку в моем мире как он печатал это не знаю но печатает видно что они не копируют как же ему трудно то печатать было я только начал обрабатывать материал уже скопировал его ну такое где между нашими сообщениями пустое место я убираю место ну и эпиграфы стихотворения там делаю жирным курсивом и красным светом потом я думаю это поместить разослать среди наших друзей это большой материал большой довольна в этом в скайпе выше всего вот сейчас даже скажу несколько слов смотри ну-ка обожди обожди мы об этом не договаривались что ты будешь что-то делать разрешение не спросил ну-ка встань это нельзя делать я никому не дозволяю нельзя это делать притом в инструкции написал никому нельзя давать она техника не любит когда другая рука здесь вот какая-то муравьёва что напишет а вот она пишет игнатий тихонович если есть возможность вам надо установить самый быстрый интернет а интернет это необходимо для благовестия и срочных новостей за кого молиться хотя бы в моем мире написать как себя чувствует сергей козлов наверняка найдутся благотворители спаси хрисов я пишу сергей сегодня ночью умер сегодня у нас 21 уже интересно 21 20 день общины вчера было и сергей умер вот у меня друзей это тут много 4000 с чем-то и только один он прямо с матерью татьяна написали заявление подписали тут на собрание чтобы приняли их в члены деревенской общины потеряевки думаю переехать или нет но мы учитывали его видишь как все уже здесь а про которого я начитываю николая николаевича не плювил он умер 21 января сегодня 21 января да только 908 года ну вот так небольшая разница это удивительно главное посмотрите на этот день сколько разного сошлось еще тут я не могу понять у меня ну пойдем ладно вот вчера попросили меня он в больнице и попросили ролик составить потому что тут говорили что болеет что помолиться то его момент когда я насчитывал ролик вот так вот заперега давай запишем то и в это время он умер а я не знал и поэтому я обращался к людям как когда он как бы умирает умер но не умер вот козлову сергея вот она где это вчера составили 20 января 2019 года мы живем в алтайском крае город барнаул я тут много времени провожу за компьютером 14-16 часов каждый день очень большая почта там 29 миллионов просмотров и все отвечать надо не просто проходной двор какой-то ну и за последние дни известно заболел наш большой близкий брат вот товарищ сотрудник сергей козлов из воронежа и вот сейчас я получил письмо готовлюсь это ровно 21 вечера 21 час вот она мне написала 20 46 а сейчас 21 час ксения юра игнатий тихонович если если это уместно и нужно может вы снимете короткий ролик с просьбой о молитве за сергея вас смотрят многие его друзья которые не знают о случившемся на странице сергея писали о его состоянии то на этом сообщении мало кто видел а перед этим она написала получила новости о дочери сергея козлова я на вот что напишет только приехали с бабушкой от папы запустили нас в реанимацию на пять минуток папа в очень тяжелом состоянии под аппаратами поддерживающие давление и вентиляцию ну легких нужно еще одна операция но врачи пока не могут ее сделать так как очень низкое давление очень вызвано желание в это время я когда на я получил и сразу начали делать ролика в это время уже открыл где он работал сергея вот беседа без лицемерия skype вот она гудзар 3 мл жития яндекс все тут вот он лежит сергей тут видно это его ролики я каждый день выставляю один из роликов с его согласия а он может брать мои и если мне беседу много бесед я ездил у него был там с мамой хорошее отношение были статьяной когда мы ездили по европам уходили в грецию поехали в великобритании в испании и к нему заехали мы с мамой были мама там нас всем снабдила она не знала еще там где-то и Сергеем лично познакомились я в первый раз мы познакомились я удивился что у него как платок на голове и сказал я говорю а чего вы так одеты то как женщина он говорит я парализованы и далее уже все мы узнали они с мамой подали заявление чтобы их приняли сделали членами потеряевская община вот заочно это единственные люди которые пожелали так быть заочно и поэтому где бы мы что ни делали мы их учитываем можем даже спросить голосуют они или не голосуют но таких примеров не было в крестовозвиженской общине все время мы интересуемся его состоянием и тут объявили сегодня все болятся вот сергей 17 лет пролежал на вытяжку это много мы считаем в житиях святых бывает лежат больше там полвека и проще ну кому как дано и вот он лежит обиде ну болеет человек болеет греет с пролежем а он какую работу вел скольким людям глаза открыл вот так если по хорошему бы ну просто больной такой я бы сказал господи муки этого человека многое многое уже сделали люди как-то более мужественными делались прости его и возьми его к себе а здесь он нужен вот в таком положении и чтобы вот так просить бога чтобы господи оставь его когда его муки такие у него рак кишечника о чем просить то просто молиться если можно было бы чтобы призвали священника исповедовался пособоровался ну что требуется православному христианину и все-таки внутренно хочется чтобы страдания уменьшились он мог бы еще пожить и еще тут замыслы какие-то были для пользы людей а теперь я говорю кто там есть в воронеже сходите к нему снимите его и похороны и отпевание и все абсолютно заснять и мне вышлите на меня вам легко выйти все тут не выходить я вам покажу мой форум вот он где где он у меня здесь вот что-то не вижу я на меня форум это заходит сейчас я открою потому что у меня тут закачка идет и не сразу найдешь вот оно где православный видеоканал открытым оком во свете библии кроме того у меня очень хорошо работает вот про фильмов сейчас пойдем завтра мой мир мой мир вот я сижу в шапке где шапки с голубем там первый раз вижу чтобы рыжая так ласкала свою дочь палю где это невозможно никогда нагоняла и все другие враждали первый раз вижу за все время вот я стал снимать и еще это не за нравилось я подумал она белого она белого ласка это рыжая как будто прощается такую любовь ко всем проявляет даже очень интересно давай иди сюда где ты ты заходил нет куда-то я тебе хотел дать еще здесь один ну все тогда на этом пришел пошел проверять иди сюда белый белый смотри как я его сейчас приучаю он у меня ученый код иди-ка сюда а теперь смотри как он будет здесь как яростно берется ай зубами всепился ай зубами всепился ай зубами всепился баловной такой а баловной ты какой ну ты же хогти распустил ты маленько то давай волю то ой ну чё ну на на ну кусаешь я балуешься смотри ну все показал какой уровень развития у него на ногах высокий а прыгает как это вообще сейчас я покажу тут как он прыгает давно не показывал вот это сейчас я уберу так готово все хватит все дяде молоде надо идти это бабка пришла первый раз все не вижу она эту палю лижет и это то ли она помирать собралась то ли еще со всеми примирения у ней у всех попросила прощения она и гоняла а сейчас нет ничего не все пока говорят ничего там нету в этом в рулетке то а мы нашли сколько людей которые пожелали слышать о Боге вот покажи какая машина сегодня приехала к нам шикарная вот ну и все на этом давай беги гуляй давай дай мне дорогу надо за то что прыгал я ему сейчас дам рыбку смотри как говорят а для чего у вас такая рыба мелкая а еще сколько удовлетворения то получают вот я беру 2 рыбки 3 сегодня интересно забыл что пятница там взял и жую я не проглотил а Володя мне говорит так пятница же это дожеванное дал ему он съел Паля иди скорее да вот она сидит Паля иди скорее на вот он держи ой на вот какая рыбка гальяшик держи как деликатно есть о интеллигентная а та боится слазить да скажет рыбку дашь а посадят потом Паля Паля будешь на рыбку держи иди скорее смотри какая умная кошка она знает что ее поймает под пол посадят все ребята туда тут мне самому уже нет ничего что тут осталось то а тут картошку Володя по почистил ее вот она какая ну вот она однако сколько в одной руке у меня пять штук сразу мы ее едим такой и на столе оставил он залез на стол скатил и по земле катает эй эй ну все ребята все мне некогда с вами некогда дяде Володе тоже надо идти сегодня вот отправляет он два адреса далее это Новый Завет Истинного Православия Англия Англия в Англии человек ну сказал я могу получить поближе адрес в Латвии а я в Латвии был я ему сейчас вопрос задал вот он смотри как вот он прислал оплату вот это как он сейчас сейчас подожди-ка я вот здесь вот включу его вот он я его спрашиваю какой номер он мне говорит какой номер я могу получить сейчас он будет а кто-то может получить нет фамилия не сойдется вот так это наш бланк сделали в крестовознительной скопчины он раскол то другой а чего-то тут нету нету второго это первый я сдал теперь второй вот он какой видишь большой вот номер я вот этот номер десятизначный пойду сейчас и получу сколько он говорит тут где-то должно быть написано количество чего я получать должен за книги с пересылкой а чего же ничего нету то как так я сейчас посмотрю это неправильно должно быть сто шестьдесят три двести девяносто двадцать сейчас а где тут суфра то не показано по-моему даже вот видно тихо на вещь лапкин вот вверху дата времени когда сколько а сколько я не могу найти что-то не по глазам это номер такой по которому мне дают а эти данные то можно выставлять что пока я выставлю так я уже в это время получу я сейчас могу пойти получать сейчас сниму еду и получу прям сегодня а поэтому она никакой роли не играет вот что тут двести девяносто на трансферпир нет двести всего это через гбс там не ион благодарю богу человек этот латыш видать и у него ну где тут сказать вот оно идет а где у него данные данные у него тут где-то ну не ладно это не так важно а что такое я не знаю даже как показать то оно у меня все застило интересно а как от него избавиться а вот это вот вот а теперь а вот он ремонт страутинс вот он там работает вот наша переписка с ним до этого была я ему все данные скинул вот она пишет он латынскими буквами по русски я ему последний вопрос задал вот сейчас какой номер шифр для получения валюты напишите здесь то есть я знаю какой но нашу рукой подтвердил латышский язык это ваш родной язык вы сможете перевести на русский с особой точностью статью которую обо мне написала газета с воробьё вот я его сейчас спрашиваю скажет да а у меня и газеты то и нету надо искать ее где-то все ушел сегодня на улице нашел воробья замерз спрятался там ой какая радость а воробушка мама не дождалась может быть замерз да худенький такой я их кормлю и вроде бы ничего вот она отобрала у него мать отобрала вон она все делает ну-ка ну-ка подожди что такое а поля отдай воробья поля 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 ну-ка давай ну-ка давай ну-ка ворщит ну-ка ну-ка дай на вот она видишь отобрала как ворщунья еще какая ну белый тренируйся так все в природе устроено лиса принесет курочку живую учит их ловить ягненка или овечку волк притаскивает к волчатам вот все в зубах таскает воробушка маленького нашли ай-яй-яй как красиво ему играть это кошки игрушки а мышки слезки вот он как вот он как хвост трубой хвост трубой его не есть там есть нечего не перышки футболит как так мать пришла если она если она сапает он сразу в зубы и пошел вот он понес под половичок ну еще ой-ой-ой ну какую радость я его принес сегодня а ну воробушек ну крылышками пошевели в деревне он этих воробьев то будет каждый день ловить их там море а ведь понимает что это не тряпочки еще он как замерз так комочком и лежит вот так ой красота какая это сегодня 31 января 18 19 19 года играет а мать тут села рядом как он промахнется она сразу утащит его схватила в зубы и не дает даже не смотрит ногой так как коготками его подбрасывает подбрасывает ой все загнал его под ковер так нету так тут рядом лежит а в нем грамма мяса нету нету он высох весь на морозе то это может вот вот такое дело меня возили сегодня в метрополию тут приглашение митрополиту чтобы приехал возглавить литургию у нас в это воскресенье через два дня батюшке будет 40 лет как в священном сане отец Аким вот сейчас в интернете с романом фроликом женщины воюют он их донимает ну видно что они женщины сестры наши вот вот он вот я тогда выставил свой портрет это я был в армии когда моряком а здесь воробушек на ладони и написал я воробушек а впереди стихотворение свое написал я женщинам всем благодарен и в досталь которые мимо меня не заметив прошли взглянули лишь коса змеей струилищ и косы занозой в них не вошел и нечего то ворошить мой ангел хранитель сумел же меня уберечь по лезвию острому кубарем там я скатился а женщина в силе снесла бы мне голову с плеч теперь бы под старость рыдал и в истерике бился огонь полыхал и дышал в облака с горящей своей головней но жив оставался лишь бороду сдуло слегка да теплую ночью прошедшая сладко кольнет не мне подбивать ей тоже спектакль необычный но не был любим до беспамятства дикой девицей не сладость конечно что чувствами сад скопы скопыщен но снова я жив и в ночи не могу надевиться как славно что кудри мои никого не престили характер не мягкий путаны не липли ко мне страх божий сковал мое тело бесилось в могиле а разум треножил в геенском сгорая огне один на распутье распутство был спутан наказом от матери скромницы сверхмногодетной храни себя сын мой казалось не раз что капут мне но корень обрублен и вянут светистые ветви в таинственном марве разум совсем не терял работа до пота сгорал в одиночестве медиком то ветер измен перемен в порошок истирал примил не по карте а в храме минуты изгибы храним несказанную милостью божией вставал окруженный мечтанием во сне вопреки в делах уникальных сидел не в прихожей дивились на юного близкие мне старики ни в жаркой пустыне ни в келье в лесу отсиделся в помощниках в деле господнем счастливые чистые сестры абсиран накормлен нашатком в своем табурете как в кресле и умой блудом неисточен по прежнему острый 9 ноября 2005 года и гнать и лапкин ну это я не стрел в спор с женщинами тут а показать вторая книга 4 глава 13 стих и вот здесь очень подробно о женщинах говорится третий сказавший о женщинах и об истине это был что рововель начал говорить о мужи и не великий царь и не сильно ли вино но кто господствует над ними и владеет ими не женщина ли Жены родили царя и весь народ, который владеет морем и землею. И от них родились ими скормлены наслаждающие виноград, из которого делается вино. Они делают одежды для людей, доставляют украшения людям, и люди не могут быть без жен. Если соберут золото и серебро и всякие драгоценности, а потом увидят одну женщину, хорошую лицом и красивую. А оставив все, устремляются к ней, раскрыв рот, смотрят на нее, и все прикрепляются к ней более, чем к золоту и серебру и ко всякой дорогой вещи. Человек оставляет воспитавшего его отца и страну свою и прикрепляется к жене своей. И с женой оставляет душу и не помнит ни отца, ни матери, ни страны своей. Из этого должно вам познать, что женщины господствуют над вами. Не подъемляет ли вы трудов и не напрягаете ли усилий, не отдаете ли и не приносите всего женам. Берет человек меч свой и отправляется, чтобы выходить на дороге и грабить, и красть, и готов плавать по морю и рекам. Льва встречает и в отмече китайца. Но лишь только украдет, похитит и ограбит, а относит только к возлюбленной. И более любит человек жену свою, нежели отца и мать. Многие сошли с ума из-за женщин и сделались рабами через них. Многие погибли и сбились с пути и согрешили через женщин. Неужели теперь не поверите мне, не велик ли царь властью своей, не боятся ли все страны прикоснуться к нему? Я видел его и опомину, дочь славного Вартака, царскую наложницу, сидящую по правой сторону царя. И она снимала венец с головы царя и навозлагала на себя. А левой рукой ударялась царя по щеке. И при всем том царь смотрел на него, раскрыв рот. Если она улыбнется ему, улыбается его он. Если же она рассердится на него, он ласкает ее, чтобы помирилась с ним. О, мужи! Как же не сильны женщины, если так поступают они? Вот какое дело-то. Вот он где возится. Ну, все, пока пришел с воробьем сюда рядом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Никогда раньше этого не видал. Это бабка ему. Она его гоняла, била. Или он стал послушный, или что. Лежит. И, главное, дочка ее, Паля, у ней зависимости была. Она ее гоняла везде. А сейчас, гляжу, лежит. Настолько необычно. Примирить кошек нельзя никак искусственно. Я говорю, то ли помирать собралась. Обычно так бывает, раскаяние какое-то. Веревочка, вот эта нитка висит. Это я нитку привязал к тряпочке. Он бегает за ней, как за мышкой. И вот сам ее там находит под газетами. И вытаскивает, как ученая собака. И что делает? Обязательно вытащит. Это под кровать. Это моя вот кровать. Он под кровати на ящике. Нитка. Вот она за нитку потянула. Она не вылазит. Он зубами нитку берет. Так. Газету выдернул. Двойная нитка. Опять берет за нитку. Смотри какой. Нитка туда затянулась. Все, бросил. Не до что. Опять тут. Ох и непоседа. Слепыш был. Сейчас найдет. Он все равно где. Вот он. Нашел тряпочку. Смотри, как он ее берет. Я каждый раз вижу. На полу валяется. Вытаскивает. Так как вытаскивает, не видал. Первый раз вижу. Что-то там еще он в ящик закрыт и пытается проникнуть. Коробка из-под этого компьютера. Компьютера. Ну что, подошел. Бросил, не вытащил. А вот я сейчас ее... Она застряла. Тут на этот раз у него... Ох, нашел. Дальше гляжу. Мои на столе лежат щетки. Вот эти вот. Вот они у меня щетки. Я их взял, щетки. И повешиваю сейчас. Он их увидал. Вот он. Смотри, что делает. Подцепил зубами и поволок в другую комнату. Как будто молиться будет. Смотри, что делает. Делает-то. Так, передохнуть надо. Ниточку надо бросить. Щеточки подобрать. Так-то, так-то. Все на этом. Вот если я под одеяло руку только попробую. Здесь, он ее прям сразу же хватает. Ага, зубами. Я шевалюсь сейчас. Через два одеяла кусает. Так и уснул. Все лес оттуда голубя как бы тревожил. И уснул, и голова здесь. А голубь как сидел, так и сидеть не боится. Полетал, теперь пришлось закрыть. Это одним глазком посматривает. Носик красный. К tumм os� нуляarlo. И upright. Очень, очень красиво. Поехали. Есть? Здесь, мы сбросим. Так! Продолжение следует...